Чемпионом Тель-Ливийского большого шлема 2022 весовой категории свыше 100 кг стал очередной грузинский представитель это Гурам Тушишвили. Вице-олимпийский чемпион вернулся после токийских игр и впервые выступил на соревнованиях спустя полгода после завоевания серебра на олимпийских играх и он взял золото и пополнил свою золотую коллекцию очередным трофеем. Это золотая медаль была крайне важна для него чтобы вернуть былую форму и на ваших экранах второй раунд против дзюдоиста из Узбекистана Алтибоева и многие могли заметить и я вас попрошу обратить внимание на то насколько тяжело шла борьба от Ушишвили он получил 2 шедо за минуту до конца встречи то показывала его пассивности ведения борьбы вот здесь он зарабатывает оценку Вазари с помощью своего броска с колен за 40 секунд до конца и под конец он более-менее активизировался и начал как видите выстреливать своими коронными спинами с колен и добил вторым Вазари Алтибоева и вышел в четвертьюрнала против монгольского представителя Эрден Ху и хочу сказать что меня удивил этот супертяж из Монголии потому что он показал очень хорошую борьбу на самом деле очень мощно отборолся но Тушишвили было тяжело с ним это было видно такой цепки невысокого роста дзюдоист вот здесь хорошо заходил на заднюю подножку я думаю Тушишвили сам не ожидал такого хорошей оппозиции от этого парня и здесь как хорошо сконтрил смотрите руку законтролировал очень цепки неудобный соперник скажу я вам но Тушишвили пытался множество раз бросить своим любимым броском через спину с колен и вот здесь но действительно очень цепки парень и бросить тяжело и он цепляется броса пытается бросить и вот здесь Тушишвили все-таки смог найти ключ к этим дверям и бросить через спину с колен судья сперва дал оценку Япон затем изменил на Вазари и здесь переводит в партах Тушишвили своего оппонента смотрит на часы или принимает решение бороться дальше и не зря переходит на удержание зарабатывает второй Вазари Япон и полуфинал самый интересный самый наверное тяжелый против Тимура Рахимова из Таджикистана который по итогам соревнований занял третье место тоже была очень нелегкая схватка для Тушишвили Рахимов был неплохо настроен в хорошей форме находился здесь Тушишвили дважды заходил на бросок через спину но скорость у него очень хорошая в этой весовой категории он преобладает хорошей скоростью по сравнению со своими оппонентами ну как вы видите Рахимов отвечает тоже очень неплохо пытался быть первым номером таджикский дзюдоист и у него это порой неплохо получалось здесь хорошо раздергивал комбинировал на заднюю с подсечками и здесь Тушишвили ответил броском у Сотугари без оценки не было контроля и вот здесь очень самый интересный момент задняя подножка от Рахимова и выворачивается Тушишвили напишите ваше мнение по этой по этой ситуации была ли здесь оценка потому что многие таджикские комментаторы писали что это была оценка сто процентов и засудили Рахимова но я с другого ракурса не видел броска и судья была близко поэтому я думаю можно ей довериться и оценки действительно не было но дальше борьба продолжилась очень хорошо и плотно боролись дзюдоисты и вот уже вторая минута голденскора и заходит на бросок через спину с колен Тушишвили зарабатывает в Азаре снова судья близко и сразу показывает в Азаре я думаю она четко видела приземление и финал против бразильского гиганта Рафаэла Силвы очень тяжелый и очень опытный около 160 килограмм весит этот 34-летний бразильский дзюдоист я думаю Гураму было нелегко с ним такого дзюдоиста очень тяжело бросить тем более такому дзюдо как Тушишвили который весит намного меньше но как вы видите Тушишвили не терялся и был занимал ведущие позиции в этой схватке множество раз пытался бросить силу вот тот чаще всего упирался силой пытался защитить себя от бросков уже два шидо имеет в своем пассиве силу вот еще одно активное действие от Тушишвили и судья принимает решение наказать третий раз силу за пассив и Гурам Тушишвили друзья возвращается после олимпиады с золотой медалью на турнире Большого шлема Тель-Авив 2022